Весть о том, что началась война, пришла в молодую семью Алексеевых не сразу. Галина Васильевна на тот момент была беременна, а мужа внезапно призвали в армию. До ближайшей станции она отвезла его на лошади сама. Когда я приехала домой, мне сказали, что началась война. Когда брали его, мы не знали, как берут, берут, вызывают в армию. А зачем вызывают? Нам это неизвестно было. В 41-м у Галины Васильевны родилась дочка Надя, которую отец так и не увидел. Спустя два года женщине сообщили, что ее муж на фронте пропал без вести. На вопрос, почему у меня нет папы, мать ответила дочери только, когда та уже повзрослела. А еще чего? Вот, папочка мой. Я его никогда не видела, но всю жизнь любила. Алексеевы жили в Псковской области со свекровью. Немцы ворвались в их деревню в 43-м. В это время Галина Васильевна заботилась о выходивших из окружения красноармейцах и ходила в разведку, чтобы помочь партизанам. Одного солдата она даже приютила у себя дома. Он ушел из плена, из-под старой русы. Дошел до нас и заболел. Свалился, не мог больше идти. Ну и мы его держали. Держали, продержали до тех пор, пока он поправился. Когда в деревню нагрянули полицаи, дома стали обыскивать. Кто-то донес на Алексееву, мол, прячет у себя солдата. И меня к стенке. Говори, где солдат. Повели к стенке. И хорошо, что из этого дома, где вот были спрятаны солдаты, в окно кто-то посмотрел, видит, что он меня к стенке поставил. Окрикнули его. После этого оставаться в деревне было опасно. Партизаны позвали Галину Васильевну с собой. С дочкой на руках, в лютый мороз, она направилась в лес. Пошла, собрала, ее завернула в одеяло, хлеба набрала. И поехала. Поехала, и к ним сразу не попала, заблудилась в лесу. Где-то заболталась ночью. И сколько вы находились в лесу с дочкой? Четыре дня. В том же 43-м деревню освободили наши войска, и Галина Васильевна вернулась домой. Помогла местному руководству открыть школу и стала преподавать в младших классах. Известие о том, что война закончилась, вызвало и радость, и слезы. Там такой гам поднялся, что не знаешь, куда деваться, кого уговаривать. Учителя в одной отец погиб, у другой дед погиб, а у меня мужа нет. В 1978 году наша героиня решила перебраться поближе к дочке, которая к тому времени вышла замуж и жила в деревне Пятница. Здесь Галина Васильевна работала почтальоном, потом почти до 80 лет трудилась в колхозе. Сейчас женское трудолюбие подбивает только возраст. А так, наверное, работать бы и работать. Теперь внимание Галины Васильевны сосредоточено на том, что мурлычет ее кот Барсик и как ведет себя пес на цепи. Если залает, возможно, дочь приехала или любимые внуки.